всем привет сегодня снимаю видео с руки значит что будет очень много демонстрации демонстрировать мы будем наши новые наряды которые у меня у малышки добавились во втором месяце жизни вот напоминаю что мы также носили 58 размер но также у нас добавилась одежда 62 размера как раз и и я буду вам основном показывать это новые наряды по сезону у нас обновления разные появились то есть комбинезончики такие более облегченные появились вот в мае мы носили такую более теплую одежду у нас только не наступало лето а сейчас у нас уже на дворе июнь иногда бывает солнышко с переменным успехом конечно да все равно все так же холодно вот но тем не менее одежда очень сменилась и поэтому покажу какие-то новинки плюсом ко всему для меня большим открытиями находит к стали такие бодики кимоно расскажу в чем их удобство в чем преимущество у нас пошли слюни значит я пытался слюнявчики какие-то одевать в общем во всем по порядку сейчас расскажу все покажу все у меня уже тут заготовлено на столе лежит чтобы вам рассказывать показывать а вы можете уже впоследствии задавать вопросы и так вот здесь я выложил практически все что мы носим за исключением тех вещей которые я уже показывал в предыдущем ролике посвящены первой одежде малышки то есть первому ее гардеробу можно его посмотреть будет по ссылке которые я оставлю в описании а сейчас будем показывать что к этому прибавилось там больше мы рассказываем про самые маленькие размеры да здесь в основном будет 62 размер но сейчас мы носим как бы 58 62 размер одновременно вот покажу я значит вам все 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 начнем мы наверное с второго слоя одежды для прогулок более таким теплым комплектом которые мы носим потому что на самом деле это на самое ключевое изменение в одежде малышки сейчас у нас как бы наступило лето но наступила только по календарю а по факту у нас достаточно холодно летнего настроения нет да солнышко мало за окном пасмурно поэтому часто приходится одевать малышку тепло и так вот самый теплый комбинезон у нас вот этот вот он комбинированный состоит из двух тканей так мы видим здесь есть такая машинная вязка вот и плюсом ко всему это все комбинируется таким тепленьким велюрчиком комбинезон у нас идет без ножек поэтому здесь обязательно надо поддевать носочки пинетки какие-то да то есть что такое надо вязать надевать на ножки малышке в прохладную пору ну и плюсом всегда можно укутать не с ребеночка одеялка в прогулке колясочки вот также рекомендую под него одевать какие-то такие слипы с рука с рукавочками на которых есть царапочки да вот как например в этом примере чтобы ручки тоже были в тепле комбинезончик у нас идет вот с таким вот капюшончиком который тоже можно накинуть на голову и плюсом ко всему здесь застежка идет посредством клепки вот по одной стороне на самом деле клепки я не очень люблю больше люблю молнии сейчас я открыла для себя комбинезон на молниях в качестве второго слоя вообще больше ничего другого носить не хочется но тем не менее вот у нас здесь такие клепочки поэтому носим то что имеем дизайн здесь вот с этим вот замечательным зайкой в тему этого зайки у нас есть принципе шапочка вот такая тоже зайчишкой да то есть хорошо сюда смотрится одеть ее можно конечно достаточно легкой ничего страшного в этом нет потому что есть вот такой вот тепленький капюшончик как вы уже видите внутри капюшона здесь еще идет такая хлопковая тоненькая подкладочка до которая наиболее приятна к телу малыша и идет она кстати во всем комбинезоне так делают не всегда но в данном случае да она сделана во всем комбинезоне за хлопковая подкладочка но все равно конечно же под низ как что-то первым слоем мы всегда одеваем поэтому в принципе это не такой принципиально важный момент но подкладочка есть это тоже хорошо вот такой вот комбинезончик как я уже сказала к нему мы обычно одеваем вот эту шапочку и капюшончик если погода более теплой только капюшончик можно соответственно отогнуть и малышке будь тоже так тепло вот данном случае у нас это 62 размер на самом деле носили его два-три раза ну не два-три раза может быть побольше короче одевали достаточно редко потому что погода все как-то это будет как начинают улучшаться и становится теплее и больше нам подходит как раз таки второй третий вариант второго слоя поэтому это комбинезон не знаю много ли поносим хотя у нас новенький такой весь хорошенький будет очень жалко если будет без дела лежать ну вот но сегодня достаточно прохладно поэтому сегодня мы его обязательно наденем на прогулку второй комбинезон ой некрасиво положила ну ладно второй комбинезон у нас короче тоже идет тогда для второго слоя вам сразу показываю более удобный для меня почему потому что здесь есть молния вот смотрите даже одной рукой как быстро я ее расстегиваю да то есть здесь также быстро застегивает очень удобно положила ребенка быстро расстегнул все-таки малышей сейчас проблем надевать не все больше двигаются ножки ручки у них все работает все активное вот поэтому это конечно более удобный вариант также здесь удобно то что есть вот эти вот ножки сами поэтому не надо каких-то дополнительных носочков пинетков одевать в случае если конечно не сильно холодная погода и ручки в принципе пошив посадка тоже очень хорошие удачные это идет у нас футер такой вот достаточно плотный но в здесь у нас у головы все сделано тоже с хлопковой такой подкладочкой внутри наверное не делали по той причине что все равно знаешь что первый слой что-то оденут а все-таки лицо она может как-то тут до контактировать с такой вот более до такой ребристой тканью это было бы неприятно наверное для малыша с ушками очень милый симпатичные однотонными да стильно модно молодежные мальчикам и девочкам подходит очень хороший вариант особенно если вы планируете еще допустим детей вы можете потом в будущем оставить этот комбинезончик и допустим если у вас родится там мальчик во второй раз то это отлично подойдет что не скажет а про розовый комплект конечно можно есть но ну как ты уже такой более сомнительный вариант то же самое касается у нас и вот это вот совсем легкого уже такого комбинезона он больше уже на теплую погоду но если допустим ветерок есть или вам просто хочется малыша потеплее надей да по надежнее то вот этот вариант тоже подходит на тоже идет над этой удобнейшей молнии супер классно и молни кстати здесь идет по длинже там она идет да вот где-то да сюда да то есть ножкуoma засовывает в принципе на еще подлиннее идут тоже кстати удобный вариант вот делаешь вот таком спортивный ком стиле вот с этой вот горловинкой симпатичный без купюшона то есть до уже облегченый вариант и рукавчики вот тоже на такой резинке украшены это все такой овечки сюда также прекрасно подходит вот эта вот шапочка у нас. Вот здесь уже без купюшончика. Она легкая, в принципе, удобная, хорошая на лето. Но единственный минус, кстати, всех шапок, вот говорю удобная, но на самом деле вру. Почему мне не нравятся шапки? Даже с завязками. У нас ничего на голове не держится. У нас уши всегда вылезают. Она все время ворочается, если в кроватке, то... Не в кроватке, извиняюсь, в колясочке, то, соответственно, это все съезжает, выезжает куда-то непонятно куда. Ничего у нас, короче, на голове не держится. Все мы стаскиваем себя тем или иным образом. Вот. Здесь тоже вот молнию откроем, покажем, что есть внутри. Внутри есть у нас вот такой вот небольшой начесик. Мягкий-мягкий, нежный-нежный-нежный, как вата, как прикосновение мамы, не знаю. Ну, очень хороший комбинезончик, очень он мне нравится. Его я тоже одеваю, в принципе, вторым слоем, да, под низ мы одеваем либо человечка какого-то, либо, допустим, бодик или бодик в сочетании со штанишками. Можно надеть просто бодик, даже голые ручки, да, им будет все равно приятно здесь находиться, потому что очень такая мягкая-мягкая-мягкая-мягкая внутренняя сторона ткани. Тоже это все хлопковое, приятненькое. Называется, кстати, вот такой вот трикотаж, видите, это меланж техника. Ну, типа, как бы он такой ребрушечками выглядит. Вот. Дальше, что хочу показать, это уже одежда такая, повседневные носки. Можно и на улицу, в принципе, одеть в колясочку и дома поносить. Это вот такой вот комбинезочек без ручек, так его назову. Ну, наверное, это называется... Как же это называется? Песочник, наверное. Что-то типа песочника, да? Вот. Есть такой песочничек. Здесь идут пуговицы вот по нижнему краю, вы видите, ножки застегиваются, и сверху пуговицы. То есть можно, в принципе, и через верх одеть, и через низ одеть. То есть как вы привыкли, как вам удобно, такой вариант одежды и носите. Мы его не покупали, нам его подарили. Поэтому точно не скажу, где это все продается, как, в принципе, и другую одежду. Вот розовый, по-моему, из детского мира. Остальное я так даже и не припомню. Дело в том, что у нас в Иваново очень много разных оптовых магазинов. Вот есть оптовый центр, куда я, в принципе, езжу закупаться за детским домашним трикотажем. Ну, и за домашним трикотажем, и за текстилем. Короче, всего этого у нас в Иваново полно. Ну, вот, вот это вот нам подарили. Значит, тут вот такое вот широкоудобное место для подгузника. Одеваю я обычно это все не на голое тело, а в комбинации с каким-нибудь бодиком. Например, вот таким вот отлично сочетается. Здесь мы видим белый-розовый, здесь белый-розовый. Серым хорошо смотрится, беленькие носочки. И все, вообще красота, лепота. Можно носить и радоваться жизни, скажем так. Вот, в общем, вот такой вот еще у нас комбинезончик появился. Перейдем пока еще к шапке. Раз уж мы про шапки начали говорить, то поговорим еще про шапки. Вот такая вот у нас шапочка есть, да, которую мы носим в комплекте, в принципе, с любым вторым слоем, который у нас есть. Есть у нас еще вот такая вот нарядная, парадная шапочка. Классная, с бантом, но тоже все ворочается, переворачивается, как любая шапка. Короче, никакая шапка у нас нормально не носится. Но это очень классно, здорово смотрится для фоток. Она такая однотонная, универсальная, стильная, с бантом, девчачья. В общем, классная шапочка, очень нравится. есть у нас еще вот такая вот шапка она короче была вот здесь вот тоже с завязочками но когда я короче стирал уметь и все бантики вот отсюда слезли этого не были вот примерно из такой веревочки еще долго догадывался откуда у меня эти веревочки обратно их завязывать я не стала мне показалось что это неудобно что просто с такими рожками тоже все очень симпатично и хорошо смотрится вот тоже все равно несмотря на завязки все у нас слезает короче с головы это вообще проблема не знаю как ее решать если у вас есть какой-то ответ на этот вопрос пишите о комментариях дальше вот так вот бабу булли нам шапочку подарила шапка ради шапки то есть она видите вся такая проветриваемая так предполагаю что это еще рассчитано на лето да чтобы был какой-то головной убор тоже пробовали одевать тоже все слезает несмотря на эту резинку короче ничего не фиксируется у нас слезает с головы все абсолютно и еще такая вот розовая шапочка которую мы реже всего носим просто с бантиком да тоже его можно к чему-то дети на принципе достаточно нейтральная тоже может хорошо сочетаться там серым или с розовым комбинезончиком нашим дальше переходим с липы какие у нас появились и новые которые мы показывали в прошлом видео это вот такая вот рассветка вот это по-моему все-таки из одного набора с липы но так уж они у меня легли вот не люблю с липы опять еще раз говорю потому что слишком много клепок надо заделать многие говорят что это удобно нет мне удобнее чем-нибудь натянут более простой где минимальное количество клепок вот даже какие-нибудь бейбодики с штанами то я больше люблю вот это отличный вариант для сна для ночного сна и для дневного времяпрепровождения почему это хороший вариант для ночного сна потому что здесь все закрыто здесь есть и ножки здесь есть и царапки царапки я принципе перестала одевать юнки в течение всего дня потому что она должна уже рукой все трогать все изучать трогать игрушки брать дату и царапки мне кажется они как-то это сковывают движение но вот на ночь после купания чтобы ребеночек не мерз это очень хороший вариант вот так вот отогнули надели эти царапочки она поспала и все замечательно вот значит у нас вот такой вот вариант светленький да вот с розы с звездочками извиняюсь и еще такого желтенький есть желтенький тоже можно принципе даже колясочку одеть да и эти можно коляску одеть тоже нам запретить так сказать но все равно более такой да как это сонный вариант выглядит дальше идем дальше пойдем к нашим находкам это вот такой вот бот очень классный очень классная модель если быть похожую модель встречать взять и берите здесь значит во первых через голову ничего одевать не надо там на центре все вот эти вот пуговица хотя я сейчас ничего не боюсь на ребенка могу одеть все что угодно вот если значит нас идет клепочки снизу еще идут клепочки и выглядит она как такая прикольная стильненькая толстовочка мне очень нравится вот такие вот горловинки это очень удобно что здесь не вырез они на такая горловинка потому что она хорошо все закрывает и когда вы идете на прогулку у вас ничего не будет продувать и как допустим вот в этих до водиков обычно такие вот вырезание обычно натягиваются короче пол шеи голой здесь нет здесь все вот это вот закрыто это очень хорошо плюсом к всему у меня в комплекте к этому в принципе подошел бы вот такого слюнявчик значит пошли слюни но слюнявчики видите не очень нравится и об подробнее потом расскажу почему с чем это связано но тем не менее как бы предполагаю что друг другом будет одеваться как-то но не одевается хорошо к нему подходят могут быть какие-нибудь белые красные штаты просто можно одеть чтобы дома носить и носочки снизу беленькие вообще классно стильно здорово смотрится в общем мне этот костюмчик очень нравится ну не костюмчик а бодик очень хорошенький симпатичненький замечательные вообще супер дальше перейду к находке находки 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 это вот такие вот кимоно я до этого такие бодики не носил когда малышка была совсем маленькой начали мы только вот на втором месяце их носить здесь идут такие системы крепления не сказал что очень они комфортные удобные но сидит сейчас супер просто супер тоже для ночи вообще идеальный вариант потому что они еще и тепленький вот это из такого плотненького трикотажа но без начосика да а вот здесь вот даже есть такой вот небольшой мягкий пушистенький начосик очень похоже вот это вот серенький комбинезончик да то есть тоже и все это очень мягкое такой приятный для сна просто идеально накупали малыша оделивает можно с штанишками можно без просто с носочками да вот такие вот царапочки одели и вообще идеально это единственные царапки из которых у нас не вылазит пальцы из всех других она 2-3 пальца до вытащит из себя поцарапать в этом случае нет на ночь просто идеально но в принципе и днем дома тоже можно носить отгибать царапки даже она все трогала изучал или не отгибать если у вас малыш помладше и вы не хотите чтобы он царапался вот система здесь значит вот такие вот есть две клепки застегивается она типа да почему называется кимоножками потому что как халат потому что здесь еще вот видите ой поближе прибеду изнутри тоже как бы две клёпки раскрыла я эту кимоножку чтобы вам показать что внутри внутри у нас тоже идут вот такие вот две до петельки которые застегаются как-то его план в плане халаты сверху еще вот это вот накрывается все супер короче для сна после ванночки мне очень нравится плюсом ко всему я одевала эти кимоножки когда мы ходили на физиотерапию как я уже говорил у нас слабенькая шея поэтому нам прописали физио там как раз таки вот делают вот накладки вот эти вот до лечебные вот здесь вот спереди и сзади да вместе с токами и соответственно очень удобно что здесь можно просто верхнюю все не снимать верхнюю пуговичку одну отстегнули быстренько сюда все засунули вот это вот так вот прикрыли и лежите на процедурке восемь минут так вообще совершенно спокойно ничего не мешает короче мне очень кимоножки понравились именно вот такой вот вариант после бани для дома для сна замечательный к ним можно также одевать какие-либо штанишки да допустим если ты розовый вариант какие-то такие розовенькие штанишки да если дом ребеночек ползать и в прохладную погоду вы можете не переживать вам будет у вас ребенку будет тепло комфортно хорошо и уютно расцветки у нас конечно такие они не самые модные так сказать но тем не менее это очень удобный вариант вот 1 2 3 штучки у меня такие в разных цветах в разных сочетаниях очень нам нравится какие здесь написан бренд и в бэйби это вот какой-то иванский у нас производитель начатых швеночных где-то на каких торговых центрах вот этих наших оптовых покупала вот соответственно такие вот три кимоножки у нас тоже есть дальше на слюнявчики снятик у меня на самом деле еще есть по моему одни суме очка ли два вот они такие разные плотности здесь по моему чуть-чуть потоньше ткань но они все в два слоя и вот с этим вот вот такой вот крупной окантовкой короче мы ими не пользуемся у нас слюни потекли но слюнявчики плотные они большие просто как будто бы на юне тарелка они наверно во все ее тело выглядит как тарелка такая огромная какая-то на юне одета они в идее во все тело то есть нам не очень удобно я их не ношу пыталась у как-то одеть до чтобы вы терять не намного проще чтобы у меня под рукой была какая-то там тряпочка до которая могла бы ей протереть меня просто есть салфетки мамы нашила я то есть соответственно ими пользуюсь вытираю и слюнки все а вот слюнявчики носить вот эти вот огромные как-то мне не очень нравится уж не так уж мне жалко там бодики или слипики чтобы их постирать лишний раз и поменять то есть не знаю короче для нам эта темка не зашла но они у нас есть как бы лежат может быть потом как-то будем пользоваться но есть мне некоторые сомнения на сей счет вот этот по моему бодик я показывала уже в предыдущем видео сейчас прикреплю фотографии как мы его компонуем с кими бежевыми штанишками с бантиком выглядит вообще классный стильный молодежный нас еще такой есть со следами просто боли чек очень вот эти вот бодики вообще хорошо нам сейчас именно в этом месяце зашли потому что в самом начале мы их практически не носили первом месяце потому что нам было страшно голову продевать сейчас еще размер стал идеально сидеть короче классная вещь рекомендую также у нас есть вот такой вот розовый вот такой вот голубенький то есть они у нас есть есть у меня еще штаны самые разные в разных цветах вот такие вот на я покажу только одни вот очень удобная вещь одевать их тоже с какими-то бодиками это у нас тоже и в бэйби вот в общем с разными такими бодиками вот они с такими вот манжетиками очень короче удобный вариант плюсом ко всему я старенькие штанишки здесь положила чисто показать когда-то комплектовать что их можно с теми самыми кимоножками над эти штаники я уже показывала и нас из другого комплекта я просто могу компоновать чем-то еще другие плюсом ко всему у нас еще пошли в ход вот эти вот банты классные которые заказывала с алиэкспресс повязки они закрывают ушки хорошо но при этом у вас еще такой бант огромный красивый на голове оказывается вот фотографии прикреплю вот это с арбузиками мы еще ни разу не одевали вот это у нас очень активно идет еще есть розовый он у мамы лежит плюсом ко всему еще у нас есть разные слепые ботики какие-то что-то я здесь не показала что-то мы носим да что-то сейчас находится в стирке или у меня у мамы какие-то фотографии сейчас здесь вот вы видите я их прикрепила специально чтобы вам показать какие еще у нас наряды есть все это нам очень нравится тема это носим в принципе все комментарии свои оставил что было полезным что нет что нравится больше что меньше про все плюсы и минусы рассказала вот такой вот у нас на данный момент гардероб у малышки про третий месяц то что сейчас еще мы дополнительно носим разные песочники летние и такие такую яркую одежду я обязательно видео запишу и на моем канале его размещу всем спасибо за внимание какие-то находки по одежды необычные которые я еще не показывала там допустим человеческим необычным креплением может быть какие-нибудь комбинезоны интересные что-то еще какую-то форму одежды которые я не ношу может быть ну что такое супер классное обязательно пишите в комментариях я посмотрю на все может быть что-нибудь себе закажу на обзор да там посмотреть чтобы вам тоже показать посоветовать потому что опытом надо делиться на самом деле удобная парахичная одежда никогда не будет лишний какие-то образы может быть яркие у вас тоже есть у нас принципе все такое простенькое мы не так уж сказать что прямо гонимся за модой да чтобы все было каких-то пастельных тонах или что-то в этом роде я больше исхожу из вопроса практичности конечно же потом как-то все компоную чтобы было симпатично если какая-то одежда на выход что-то нам очень много всего дает поэтому такой гардероб собирается но конечно же если мы идем куда-нибудь там каком-нибудь мероприятии или в больницу то я стараюсь одевать уже более так модненько и вообще я считаю что ну не надо детям вот это вот все такое скромное аскетичное да есть такая мода что все носят детям все такое бежевое какое-то из какой какой-то такой-то муслиновой ткани да там что-то из муслины все такого нет я считаю что все равно у ребенка должны быть яркие цвета в жизни ты что касается игрушек мы там не одни деревянные игрушки да там используем все равно что такое яркое пытаемся потому что мне кажется так веселее это мое личное мнение но против последних тонов я ничего тоже против не имею поэтому когда мы куда-то идем я тоже стараюсь более такие сдержанные какие-то комплекты выбирать вот а так в принципе яркие цвета мне тоже очень нравится если у вас есть еще какие-то дополнения пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на мой канал буду рада вас видеть среди своих подписчиков радуюсь вообще каждой подписке каждому комментарию на все всегда отвечаю поэтому пишите всем спасибо и до новых встреч